Пропой, конечно, Матхяма Уттама. Тут есть какая-то большая разница. Матхяма Атхикари, как правило, это проповедник. Конечно, Атхикари, он как бы боится проповедовать. Есть Уттама Атхикари, который видит мир совершенно. А чья позиция верна? Вот Матхяма Атхикари, получается, видит какие-то недостатки. На самом деле они есть или нет? Конечно, Атхикари не боится проповедовать. Он совершенно не боится глупости говорить. Может так говорить, с нами Бог, кто не с нами против нас и всё остальное. Ужасные вещи может творить открыто, конечно, Атхикари. Экстремисты. Да, а есть, которые боятся. Если я начну так говорить, я недостаточно силён же. Если на меня нападут потом, не согласятся, я не смогу. Противостоять, защитить себя и бояться. Такие категории. Матхяма, он бесстрашный проповедник должен быть, но опирается на логику аргументы. Он знает, что всё это легко можно опровергнуть, все эти ложные ему заключения. Поэтому у него есть решимость. Потому что есть знания. А Уттама, он же не проповедует вообще. Он просто видит Кришну повсюду. Одно его присутствие может изменить атмосферу с любого места. Но он тоже проповедует, потому что имеет сострадание. Сознательно спускается на эту платформу. Сознательно. Ради людей. А сам по себе он уже видит, что всё под управлением Кришны, всё в порядке. Вот роль сострадания для проповедника – это очень важный момент. Сейчас в начале, может быть, например, когда я начинал проповедовать, люди меня скорее раздражали. А в момент проповеди, когда ты проповедуешь, то пробуждаются какие-то другие чувства, появляется какое-то вот, ну, что-то вроде сострадания, какая-то такая вот особенность восприятия мира, другая становится. И вот эта роль сострадания, насколько она важна для проповедника? Он должен культивировать это в себе через проповедь. Сама проповедь питает, да, от сострадания? Я думаю, что у нас нет такого сострадания, как, скажем, у Иисуса Христа. Или какого Судаводата, Харидас Такура. Или то настроение, которое принес Господь. Читание – это, ну, такие вершины недосягаемые для обычных людей. Это редкие спутники или сам Господь проявляет что-то, да. Но мы, как бы, причастны к этому через йогу. Мы думаем об этом, говорим. То есть йога, совершается связь, да, таким образом, с равным киртаном. И могущество в том, что к нам, как бы, проникают в сердце эти энергии внутренние духовные. И мы пользуемся, питаемся ими, пока вот мы в садане, пока мы соединены с этими личностями великими, да, гигантами духовными. И мы тоже чувствуем в себе, тоже, как бы, энергию сострадания. Но это, на самом деле, от передается по преемственности. Потому что, когда мы обретаем энергию сострадания свою, вот, непосредственно, да, наша душа проявляет энергию сострадания, она на всё готова ради людей. Такая душа готова на всё. Ей не жалко, а это тело отдать ради блага других. Это высокий уровень, вот это сострадание. Но мы получаем это по цепи преемственности. Прабхупад говорит, идите и несите это знание. И вот в этом процессе мы получаем, как бы, через Прабхупаду, да, вот это вот, это настроение, отношение, как бы, к миру, в каком он проповедовал. Повторяя его слова, вот, его лекции, его наставления, следуя, мы тоже проникаемся его духом. А откуда ещё черпает ресурс проповедник? Вот, с одной стороны, к нему приходит полномочия свыше, а могут ли полномочия также приходить снизу, как бы, вот, от аудитории, от людей, когда он их видит или когда видит какие-то несовершенства? Это тоже можно ли назвать полномочиями? А полномочия от Кришны приходят все. А для него нет равенцы, вверх это или низ, или середина, да. Конечно же, когда мы новым людям проповедуем, мы получаем полномочия от этих самих людей, потому что в сердцах пробуждается Кришна. Мы от них получаем, как бы, это чувство, это счастье, что они, как они воспринимают проповедь. У них пробуждается уважение, любовь к проповеднику, как бы, мы это чувствуем, что любовь между нами, духовная, начинает проявляться между людьми. Это счастье, да, там нет вожделений, нет каких-то материальных корыстных целей, вот есть просто духовный обмен, и он, вот, реально, значит, проявляется. Это с обычными людьми. Но если проповедник неопытный, он может подумать, о, я успешен, да, от меня Кришна исходит, я источник сознания Кришны, как бы, меня почитают, уважают, я признанный, да, и так далее. Он может, как бы, отклониться от истины, потерять смирение, скромность, например. Какие-то качества ученика очень важные. Поэтому мы еще общаемся, полномочия получаем от равных и старших, которые могут сбалансировать, поддержать нас, где нужно, где нужно, как бы, вот, остановить, да, какие-то тенденции. Старшие могут наблюдать за нами, они очень хорошо видят этот пройденный этап для них, да, все наши ступени, они могут давать необходимые для нас важные наставления. Равные также могут сразу почувствовать, что где-то я горжусь, где-то отношения наши меняются, они могут тоже сразу же отреагировать. Поэтому полномочия мы получаем со всех сторон, это будет в сознании, конечно, как бы, гармонично. А вот как-то раз вы говорили в лекции, что не нужно знания демонстрировать, что, как бы, вот, с одной стороны нужно проповедовать, а с другой стороны нужно избегать шоу. А в то же время проповедь – это, как бы, такая позиция, когда, вот, человек в центре внимания, он должен какой-то, вот, все-таки, как, чем-то, чем-то, вот, есть какая-то параллель между шоу, выступлением и вот проповедью. Как ему, вот, именно избегать вот этого шоу и демонстрации? Ну, вот Иисус говорит – прощайте и прощены будете. Ну, что тут? Шастра какая-то, там, цитата какая-то сложная или что? Арабские санскритские тексты, какие-то разбор терминов, не знаю, логические какие-то семинары, ничего подобного. Никаких явных таких знаний, да, каких-то вот обширных не давал. Господь читания – то же самое, не давал какие-то обширные знания. Были какие-то беседы с учеными, с учеными там Бинарица, вот он встречался и с Рамбамом Бадачарью, где он шастры использовал, да, в редких случаях. В основном, нет, он воспевал Харе Кришна мантрую и проявлял свою привязанность к Кришне. Поэтому проповедь может быть очень простой. Для простых людей, с одним Кришным можно просто передать воспеванием и говорить о Кришне, о простых вещах. Что закон о карме, что, сложные, что ли, какие-то своды знаний? Любой рабочий знает в Индии, пожалуйста, несложно, это доступно для школьника знания. Тригун на материальной природе выучить за один раз можно усвоить, что есть такие энергии. То есть никакого сложного свода знаний нет, скажем, в Бхагавагите. Конечно, есть какие-то вещи, которые нужно раскрывать более глубоко, но в целом любой может читать Бхагавагиту и что-то понимать. Там нет демонстрации, да? Там просто есть разные пути предлагаются, которые так или иначе могут задеть разных людей разной природы, затронуть сердце их, да? Вот это проповедь. Затронуть сердце людей. И если нужно показать, что это наука, да, и философия глубокая, мы можем продемонстрировать, что это наука. Можем сказать, какие тут есть, как называется наше философское направление, как вообще эти движения, на чем основаны, да, санскритские термины. Можем проценивать шлока, что это авторитетно, на древних физических писаниях основано на Бхагавагите. То есть тоже можем представить, как документ, да, что с этим все в порядке. Ну а сама проповедь, она должна быть простой, доходчивой имеется в виду. То есть может даже быть проповедь без слов, потому что не все люди, иногда люди думают, но Вальшнава думает, преданность, что проповедь это именно лекция, что я должен быть лектором, и если я не лектор, то значит я не проповедник. А как она могла бы быть, допустим, без слов, или в каких-то других вот вещах, как она может проявляться? Тогда это как бы непонятно. Все равно этот стереотип остается, что проповедник – это проповедник, а я вот просто обычный преданный. Есть такое разделение, да, я обычный, преданный, ничем не выдающийся, да я не проповедник. Дух проповеди важен. Например, человек готовит просад, он повар, он же не проповедует, он готовит на кухне там полдня, но там фестиваль, не так ли? Он же думает, что там будет много людей, много новых людей, там праздник, нужно делать как можно лучше это все, нужно предложить Кришне сейчас что-то особое, да, чтобы все почувствовали. Это дух проповеди. Просад получается невероятный просто. То есть там на кухне, это как генератор, там экстазы, заходишь туда, там экстаз у них на кухне, там все какие-то прыгают, там бегают, летают по кухне, счастливы вообще все. Это дух проповеди, потому что… А представьте, вы готовитесь для себя, вы будете прыгать, радоваться слишком? Ну не долго, если точно, подпрыгните пару раз и все. Потом поешьте, ряжете спать и все. И на работу. Можно так сказать, что проповедь – это привлечь вначале к своему таланту, а потом рассказать о Кришне. Сначала какую-то свою способность и на свою природу человек демонстрирует… Это уже есть, даже не демонстрирует, это уже есть, просто в нем это есть. Я думаю, что сначала он должен даже не востриживать, а просто познакомиться с людьми, скажем, первые там минут 5-10 залом, просто познакомиться, что-то рассказать, может быть, о себе, чуть о мире, просто вот так вот, что-то такое близко для людей рассказать, поделиться чем-то, да, откровенно. А потом уже мы начинаем тему раскрывать какую-то, ради чего мы собрались. И вот когда мы просто говорим о жизни, да, с людьми, просто как бы знакомимся, представляем себя, как бы вот о людях немножко в целом говорим, видим, что мы адекватны, понимаем друг друга, в этом тоже талант должен присутствовать, талант в своем отношении. А какая тут роль доброты? А главное, главное, представляете, злой проповедник, вау, вау, собаки, свиньи. Это было так тоже. Сразу выходит на сцену и говорит, собаки и свиньи, вы все, прямым текстом. Случалось такое тоже, такие сумасшедшие лекции. Мрак нагоняющий, да? Конечно, мрака много, но все равно нужно делать это по-доброму к людям. Все, что мы делаем, люди должны чувствовать, что мы их доброжелатели. То есть это секрет такой привлекательности, потому что вот есть у человека харизма определенного, он как бы притягивает людей, вот секрет его харизма – это доброта. А с другой стороны, вот, допустим, Гитлер, какие-то такие ораторы, там, Троцкий, какие-то такие вот политики, они тоже, ну, выступают ярко, тоже могут как бы привлечь людей, но у них нет этой доброты. А я вам скажу одну вещь крамольную. У Гитлера много было доброты к своей нации, к своей нации, видите, какая вещь. В том-то все и дело, как он купил, да, целую нацию, он стал таким вождем мощным. То, что он говорил для нации, никто до него не говорил, как он относился к женщинам, к новому поколению, вообще к культуре, к Германии, к ее чести. Ну, это нацизм, да, был в такой яркой степени, но внутри он сделал то, что до сих пор люди пользуются благодаря Гитлеру в Германии. Вот такие, представьте, чудовищные контрасты, да, язык не поворачивается, что Гитлер мог делать какие-то хорошие вещи, мы даже не хотим говорить такую сторону, задевать. Но это факт, что он добился признания, потому что он был очень добр к своей нации. То есть всегда все основано на добродетелях. То есть даже какие-то плохие вещи, они все равно в основе имеют какую-то энергию добродетеля. Демоны же тоже при помощи добра к своей нации. Они же тоже говорят о патриотизме, так продвигают все. Просто почему же тогда они демоны? Потому что они могут быть недобрыми к другим нациям. Вот почему они демоны. Если у нас будет доброта мирового порядка, представьте, мы сможем очень могучно проповедовать. То, что не удавалось никому, Прабхадаш сделал это, и пророки так же поступали. Да, они давали свет всем независимо, они всем давали, всем, кто готов принять. А как проповеднику давать именно Кришну? Не себя, а именно Кришну? Потому что, с одной стороны, у каждого человека есть такая природа, что он именно сначала как бы себя показывает, его видно. Иногда как бы за этим Кришну не видно. А вот именно передать Кришну, передать вот это настроение. Как это достигается? Нужно сначала сказать, что говорит Верховный Господь. Знаете, что Бог умеет разговаривать? Потому что люди же могут сомневаться в этом. Мы им говорим, что поможет. Он всемогущий говорить умеет, языки знает все и так далее. То есть мы так вот полушутя говорим. Но мы людей настраиваем на то, что мы хотим говорить именно о его словах. Не о своих каких-то мнениях, а о традициях, да, о чаре, в которых хранят слова, вот эти божественные слова. Божественную песню хотим передать. И так, естественно, люди начинают слушать о Боге через лектора. Думать-то начинают они о Боге. То есть мы должны вот эту мысль как бы дать им, да, пищу для размышления. Несколько аргументов. И они переключаются на размышления о Боге. И потом продолжаем говорить уже о нем. Через нас начинают ощущать присутствие Бога. Как давать Кришну, Бога таким образом, чтобы не возникало вот этой эклектики смешения? Потому что у них какое-то свое представление о Боге. А мы говорим вот от имени Парампары, Вишнтаттва. А я не это тело, нужно говорить. Все. Никакой эклектики. Все сразу отметается. Я не это тело. Я не русский, не американец, не христианин, не мусульманин. Я душа. Даже не кришнаит. Это такой революционный подход. Потому что такого не было еще в проповеди. Потому что в основном религии, каждая религия продвигает именно себя. А вот такой подход, с одной стороны мы вроде бы принимаем вот эту позицию, пытаемся давать. Хотя все равно людям кажется, что мы какую-то вот индийскую религию привносим. Они никого не могут... Ну поскольку мы вдхоть и ходим. Вдхоть и ходим по этому. И Сари, они говорят, это индийская. Если мы другую одежду одеваем, они не говорят так. Все очень просто. На людей влияет одежда, атрибуты какие-то. Поэтому с новыми людьми я выхожу в брюках, например. Они про Индию забывают. Вообще даже не вспоминают. Слов не говорят. Хотя я им и санскрит цитирую, я Гиту цитирую прямо. Потом о Кришне в конце говорю. Про Индию никто не вспоминает. Брюки свое дело делают. Очень важный аргумент. Сейчас люди, они как бы создают новую реальность, какую-то цифровую. Говорят об искусственном интеллекте. Это вот как вы когда-то рассказывали фантастику, что Бога не было, но мы его создали. Сейчас они воспринимают как традиционные религии. Традиционные религии как что-то враждебное. И хотят создать какое-то новое пространство цифровой реальности. Интернет влияет на людей очень сильно. А как мы могли бы это все использовать в своих интересах? Может быть, у нас должен быть свой интернет или свой искусственный интеллект, который мы задействуем в духе времени. Потому что, наверное, скоро не будет таких вот, может быть, бумажных книг каких-то таких. Но все меняется очень сильно. И как нам тоже войти в эту волну, чтобы опередить даже, чтобы не оказаться позади? У нас своих интересов-то и нет. У людей есть, конечно, свои интересы. Поэтому они создают что-то, так много создают для своих интересов. У нас интерес Кришны означает, что мы можем занять все, что угодно. И интернет можем занять в служении Кришне. И книги обычные, и записи цифровые, и видео, и аудио, и все, что угодно. И кино можем делать. То есть все мы можем использовать, да? Потому что это энергия Кришны, можно это использовать все. То, что открывают материалисты, они же этим пользуются. Мы тоже пользуемся, но для блага. Не для собственных интересов, а для блага всех. Поэтому мы имеем полное право это делать без наказания. Потому что, как бы, с одной стороны, вот этот прогресс, он вытесняет преданных. Допустим, уже говорят о том, что нельзя пить молоко, нельзя покупать какие-то продукты. Постепенно вот эта тенденция, они же все оскверняют. И Кришналам нужно тоже, как бы, наступать, что ли, какие-то такие действия должны быть на опережение. Иначе, ну, как бы, такое впечатление, что мы можем оказаться где-то вот на необитаемом острове. Или возникнет просто отдельное, как бы, государство, где простая жизнь, возвышенное мышление. И вот эти цифровые умные города. Как это может, интересно, выглядеть в будущем. Эти побочные продукты материалистической цивилизации, они нечисты. Включая продукты, вот, пищевые, да, и производственные, всякие широкие предприятия, которые загрязняют окружающую среду. То есть их, как бы, побочные продукты цивилизации, это скверно, серьезно. Вот, и нам нужно избегать пользоваться этими продуктами побочными, нечистыми. Как масло, там, из нефти, не знаю, все синтетические, все эти уже пищевые добавки. Потом фарма, фармацевтические, вот эти вот все лекарства, которые тоже много ненужных совершенно вещей, вредных, которые не полезны для нас. Нам нужно находить свои методы, чтобы продукты были чистые, и самим этим пользоваться, и распространять другим чистые продукты. Пищу, медикаменты чистые, людям нужна чистая вода. Но продукты очень важно, чтобы мы тоже имели землю, да, и заботились о чистых продуктах. Это надо делать, это тоже наша миссия. Это тоже проповедь. С одной стороны, это может быть тоже как продолжение книг, потому что мы книги распространяли и много лет назад, и люди их читали. А теперь, когда мы их распространяем, они могут спросить, а вот вы их опять распространяете, а чего вы достигли? И как бы должен быть какой-то результат, образ жизни, может быть, наш какие-то новые, ну, стиль жизни другой, качества, которые у преданных должны появиться. Они на это обратят внимание, иначе скажут, а зачем нам опять эти книги? Мы их раньше читали, но как-то не помогло. Если вам помогло, то покажите, что у вас вот есть. Да, мы же экстаз распространяли. Сначала экстаз — это книги. Первые люди читают, но это потрясающе. Действительно, если они понимают философию, они восхитятся. Образ жизни — всё чисто, всё прекрасно. Но если мы не применим это знание, как ты говоришь, экстаз кончится. Уже на ровне ума был только пока. Вот мы просто прочитали что-то. Это означает, что мы поверили, что это принесёт нам процветание материальное и духовное, то есть поможет всему обществу. А если это не помогает на практике, мы начинаем сомневаться. Да, действительно, что только книга и всё, а что дальше? Вот. И экстаз, настоящий экстаз должен увеличиваться. Сначала мы узнаём в экстазе с верой. Счастливы, что вообще узнали об этом. Вторая ступень — более большая, большого глубокого экстаза. Это применение этих вещей уже в жизни людей. Вот это настоящий экстаз будет. Вот это уже движение закрепляет прочно в мире. Потому что вот это уже неизменно, да? Глубокая вещь, настоящая вещь. Поэтому нужна также практическая сфера применения. Шла Прабхупада, он даёт определение. Опта Мадхикари — это тот, кто думает о новых формах проповеди. А с другой стороны он говорит, ничего не меняйте. Иногда он так предупреждает, чтобы мы его отцу ничего не меняли. И бывает такое впечатление у преданных, что можно вообще ничего не трогать, чтобы всё законсервировалось. А с другой стороны время идёт вперёд. Жизнь, она движется. И действительно новые формы проповеди. И Прабхупада действовал именно как-то очень новаторски. Он очень сильно опережал время. И вот это же его дух, настроение мы же тоже должны как-то подхватить. А как при этом в то же время сохранить и не изменить так, чтобы потом это невозможно было узнать? Вот здание стоит, допустим. И там есть фундамент, есть стены, есть крыша. Я говорю, вот готовый проект сделали, ничего не меняйте и будет стоять. Не вмешивайтесь. Ничего лишнего нет, ничего не убирайте. Означает ли это, что мы не можем туда внести обстановку, мебель, допустим? Мы же тогда меняем что-то? Что же означает ничего не меняйте? Основы нельзя менять. Принцип, да? Детали как раз согласно времени могут меняться. Прабхупада упаковка может измениться. Конфета то же самое. Фантик можно поменять, если привлечь людей больше, да, согласно скажем. Современное представление в дизайн может измениться. Стандарты какие-то там, не знаю, моды. Мы можем идти в ногу с модой. Но вкус этой сладости тот же самый остается. Вот это менять не нужно. Поэтому ничего не менять относится к фундаментальным вещам. Что в нашем обществе уже установлено, да, что мы должны хранить? Это храмовые стандарты. Так мы знаем, да, как божество устанавливать, как служить в храмах, как готовить для них. Фестивали установлены, да. Мы регулярно их делаем, не пропускаем. Каждый год там по многу фестивали везде твердо мы это делаем. Не меняя принципы. Затем радхаятры ежегодно по всему миру. Все. При первой возможности, да, мы проводим всегда. Установлено. Футфолайф установлено. Потом намахаты установлены. Шестнадцать кругов установлены. Четыре принципа установлены. Вот видите, вот эти вещи, на них сейчас движение держится и развивается. Это менять не нужно. Что мы к этому добавим, да, не меняя самой сути? Это уже детали. Это уже детали. Также в книге, комментарии шел о Прабхупаде. Вот мне вопрос задавали в Германии, что как они могут остаться неизменными десять тысяч лет? С одной стороны появляются же новые слова. Допустим, Прабхупада приводит пример, почтовый ящик, да, что Мурти, Божество сравнивает с почтовым ящиком. А сейчас это становится меньше уже актуально. Появляются какие-то новые понятия, почты другие. И кажется, что они могут эти книги устареть в некоторых своих понятиях, терминах. Когда Прабхупада пришел, он же, когда стал комментировать Бхагавадгиту, в общем, Бхагава, там его комментарии, они именно были такие, что он старые слова санскрита как бы сделал снова актуальным. Допустим, Виман перевел как аэроплан или самолет. И это все ожило уже не как сказка, а как бы вот, как такая вот реальность. А вот книги Шла Прабхупада, как они вот сохранят свое значение? Это вот как раз пример деталей и сути. Суть, конечно, не изменится. Это вечные, есть вечные какие-то основы, которые не меняются никогда. А детали, да, когда мы читаем, скажем, Коран, там всегда нужны комментарии объяснить. Потому что в то время, допустим, люди передвигались на верблюдах, поэтому думали так, так и так. А сейчас у нас есть автомобили, поэтому, например, устарел, да? Это комментарии. А слова приводят те же самые, про верблюдов там, про кого угодно. Просто объясняют, что было время такое, а сейчас такое время. Вот и все. А Коран остается Кораном таким же. В Библии то же самое. То, что делали раньше в Ветхом Завете, сегодня уже не делают, так? Уже не актуально. Такие жизнеприношения уже не проводят в государстве, да? Таких пророков уже нет, которые бы ходили по земле, да, и проповедовали бы президентам стран, допустим. Там говорили, что ты негодяй, да, слезай с трона. И президенты не ловят этих святых, не бросают в огонь, чтобы проверить, святой он или не святой. Такой культуры нет. Но тогда была такая культура. И мы это понимаем и сегодня. Просто, ну, немножко зная историю. Там же еще это, Пураны Прабхупада переводят, не просто, да, дают комментарии, а Пураны, которые еще древнее там. То есть и все равно нам понятно сегодня, да? Там может быть какой-то проповедник или вот еще Ачария может приходить в течение этих десяти тысяч лет и, может быть, корректировать или привносить что-то. А все будут, уже даже мы сейчас, да, вот какое-то время проходит, уже говорим с позиции времени что-то, да, представляем людям нашего времени. С позиции также отношения к нам мы чувствуем, какое отношение к нам сегодня, да. Вчера было таким остро-антисектантским, сегодня уже мягче мы видим это. То есть тоже вот это различие мы чувствуем. Поэтому нужны преданные в каждый момент времени, которые несут это послание. Дорогие преданные, спасибо вам за внимание. Ари Кришна. Ари Кришна. Звук. Ари Кришна. Вова. В트가. Вола. Во-ла.